Вопрос сводится к тому, а что, собственно говоря, хочет замечательный и сытый гоминид, то есть гомо сапиенс сапиенс. К чему он, собственно говоря, к чему стремится? Ну, к стежкам явно нет. К классицизму в искусстве явно нет. К некоторым ретроградным событиям, связанным с восстановлением, там, даже старой архитектуры, старых районов города, он тоже не стремится. Не очень нравится. Ему нравятся совершенно дикие формы, странности, они хотят удивляться и удивлять. То есть на этом построена практически вся масс-медиа, масс-культура и прочее. Ну, поскольку мы все время говорили о биологических основах человеческого поведения, нужно сразу сказать, что если гоминицид, если соотношение самок и самцов примерно одинаково, то есть решаются сексуально-романтические проблемы, то почему-то начинаются совсем другие явления, которые относятся к области доминантности. А с доминантностью очень сложно. Потому что, с одной стороны, чтобы проявлять высочайшие формы доминантности, нужно иметь образование. Или обучаться физике, математике, химии. И много-много лет работать, чтобы тебе что-то пришло в голову. Опа!